В 1979 году советские войска вступили в Афганистан под видом оказания помощи правительству Демократической Республики Афганистана для урегулирования внутриполитической ситуации в стране. За 10 лет этой войны погибло более 15 тысяч военнослужащих, среди которых 301 являлись уроженцами Молдавской ССР. В память об этих событиях 15 февраля 2004 года на месте будущего мемориального комплекса была заложена капсула с землей с могил молдавских воинов, погибших в Афганистане. 20 мая 2007 года в Кишиневе состоялось открытие мемориального комплекса «Сыновьям Родины. Вечная память». Это совместная работа скульптора Бориса Дубровина и архитектора Василия Еремчука, где каждый элемент символичен и имеет свое значение. В верхней части композиции – крест. В центре нижней – каменный черный тюльпан, символ печального груза 200, одновременно напоминающий по форме вечный огонь. Двигаясь вдоль гранитного круга, обрамляющего мемориальную композицию, можно прочесть все имена погибших. Чему посвящен данный памятник? Насколько я понимаю, он память всех, кто пострадал в войне в Афганистане. Чисто символически, ну не выражает этот памятник никаким образом жертв именно афганского конфликта. Вы находите скорбящую мать, здесь ничего как бы другого не добавишь. Это те матери, которые потеряли свои детей во время этого конфликта. Почему в афганской войне участвовали люди, проживающие на территории Молдавской ССР? Вообще они были, они жили на территории Молдавской ССР, а вообще были гражданами Советского Союза. На тот момент Советский Союз, как вы знаете, а может быть не знаете, вел войну. Ну, я лично считаю, что они погибли зря. Ну, да, это была часть СССР, Молдавство, но они ни при чем здесь, это вообще Афганистан. Советский Союз не имеет значения, они советский народ. Не имеет значения молдаване, казахстанцы, русские. Они солдаты Советского Союза, они давали присяг. Имел ли солдат в данной войне право выбор? Я думаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Не было какого-то специального призыва, там в основном были добровольцы. Поэтому добровольцы, которые взяли в руки оружие, погибли. Ну, может быть, есть ребята, которые хотят воевать, у которых они считают, что это их призвание. Но я считаю, что если бы у них было право выбора, то очень многие не погибли бы просто там. Остались бы с семьей. Ухредка, ну, облигат за хвост. А за хвост, он долгий интернационал. А тут же, а что я учинский, в аркаре, а что я рамной едукация, с фатчем, с артемчево. А что я рамная совета. Как арену в Ревосыдуке с крием в аэропорте, что я нукликовал в Генистаде. Погибшие солдаты были героями или жертвами? Я думаю, что нельзя говорить однобоко, что это все герои, которые погибли в Генистаде. Там, во-первых, не велись какие-то особо активные действия по освобождению чего-то. Это был конфликт интересов. Я считаю, что все, кто ушли на войну, герои, потому что это был не их личный выбор. Но они все равно сделали все, что от них требовалось. И они отдали свои жизни за какое-то дело. Лично я считаю, что жертвом. Жертвом этой войны. Йо-креда ша. Что мы моё предупреждение раннейшее. А вот что не рекомендует. А сейчас герой. Актуален ли памятник сегодня? Актуальность стала. Ну, это как советское прошлое, одна из наших исторических битвей. Я не с тем понимаю, как вообще в войну можно пропагандировать среди молодежи. Военный конфликт, который тебя призывали. Даже если там была часть, которые шли доброй, но других загоняли туда на сильное. Если бы не этот памятник, и то, что вот если бы его здесь не построили, то я многого бы не знала вообще. Вообще. Может быть, и вообще не знала об этой войне. О том, что погибли ребята. Но для молодежи, я считаю, для молодежи, которая думает, наверное, играет какую-то роль. Ну, нельзя просто так пройти, посмотреть на все имена, которые там написаны на года, которые там 20-летние, 30-летние, молодые парни. Ну, нельзя просто так пройти и ни о чем не задуматься. Все, кто младше 18, в принципе, может, они даже могут и не знать, и не задаваться вопросом. То есть, у них спросить. Они могут сидеть на бортике этого памятника, но они могут даже не знать, чему он посвящен и что там написано. Как минимум, актуальность должна заключаться в том, чтобы уже молодежь понимала, к чему приводит любой военный конфликт. Что это, по большому счету, большое количество жертв, масса матерей, которые остаются без детей, масса жен без мужей. Здесь очень часто гуляет одна женщина, которая постоянно делает такие баны из цветов и прикладывает их к этому памятнику. Смотреть на это, то есть у него, скорее всего, здесь кто-то погиб. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...